Девушки отдыхают О, изобретайте! Александр Сергеевич Кушкин Преодоление барьера разума произошло сразу же после 2000 года благодаря новому методу конструирования вычислительных машин. Лишь возникновение федеральной информационной сети позволило воплотить эту идею в жизнь. Станислав Лем из повести «Волем 14», написанной в 1973 году. Здесь интуиция не изменила кольскому писателю. Он очень четко предвидел то, что случилось сейчас. Создание сетей. От отдельных компьютеров мы переходим к их объединению. Это произошло не сразу. Сначала они объединились в рамках отдельной лаборатории, банка, информационной системы, обслуживающей газеты, радио, телевидение. Однако сейчас создание интернета, в первую очередь, позволило охватить весь мир и практически все направления человеческой деятельности. Это новое качество, которое приведет, наверное, к новому влиянию современной вычислительной техники на нашу жизнь, на нашу цивилизацию. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Более того, я уверен, что все вот эти отдельные предметы объединятся вместе. Дома у нас есть телефон, радио, игры, вычислительная машина, телевидение, музыкальный центр. Несомненно, все это соберется вместе в одну информационную систему, которая будет обслуживать человека в его обыденной жизни. Более того, и часть нашей специальной работы, наша профессиональная деятельность будет перенесена в эти новые условия. Каким социальным последствиям это приведет? Приведет ли это к новой форме отчуждения, к новой форме социального неравенства? Вопросы, которые неизбежно возникают при каждом новом шаге, новом витке развития нашей цивилизации. 1968 год. По заказу Министерства обороны США начата разработка первой компьютерной сети ARPANET. Главной целью исследований было построение сетей устойчивых к частичным повреждениям во время военных действий. 1980 год. Национальный научный фонд США создает сеть NSF-NET, объединяющие научные центры США. 1986 год. ARPANET, NSF-NET и другие компьютерные сети объединяются в одну глобальную сеть интернет. О развитии информационных сетей сегодня в интеллектуальном клубе Сергея Капицы говорят преподаватель Александр Геглавый и журналист Камил Ахметов. АПЛОДИСМЕНТОГО ЗАДОЛЬНОВ АПЛОДИСМЕНТОГО ЗАДОЛЬНОВ Нам придется запустить с вами проблемы, я бы сказал, влияния сетей компьютерных интернетов, в первую очередь, на общество. И каким оно будет в обозримом будущем. Для этого у нас есть набор карт, которые помещены вот на этой материнской плите компьютера, которые мы используем как отправные точки в нашей беседе. Первое, что мне хотелось спросить у вас, вот поток информации, который сейчас есть. В интернете все можно увидеть, все можно узнать. А что с этим делать? Сейчас уже делаются первые шаги к тому, чтобы отбор информации был более целенаправлен. Я думаю, что в этом году должны появиться первые программные продукты, которые будут сами отбирать для пользователей информацию из интернета именно ту, которая волнует людей. Правда, сначала это будет отбор достаточно формальный, по ключевым словам. Не только по ключевым словам, а, например, я могу заказать себе отбор конкретных страниц сервера новостей того, того, того. И они мне будут приходить каждое утро. Но в дальнейшем, я думаю, что это вопрос нескольких десятилетий, мы сможем задавать более сложные запросы. Например, получать каждое утро сводку новостей по некоторым темам без относительных источников, только темы футбола, погода, допустим, культура, и получать информацию именно по этим темам. А ее отбором будут заниматься некоторые агенты, которых мы не видим. То есть это не будет цензуры, это будет просто отбор, это будет фильтрация того, что вам нужно. И фильтр будет формироваться по существу потребителем. Потребитель должен получать, думать о том, что ему нужно, все-таки будут некоторые агентства. Но это я не совсем понимаю. Казалось бы, он является заказчиком того, что я хочу знать все, положим, про футбол или ускоритель. Сейчас вы являетесь заказчиком, допустим, газеты «Аргументы и факты» и «Известия», но вы не можете диктовать им именно то, чтобы они точно давали некоторую конкретную информацию. Вы надеетесь на то, что это газеты, которые отвечают вашим потребностям. В будущем вы будете давать заказ в интернет на определенные темы, надеясь на то, что службы, поставляющие вам эту информацию, могут вас максимальным образом удовлетворить. Понятно. То есть вы будете фильтровать на выходе из этой системы, а не на входе. На выходе. Это, по-видимому, самое главное соображение. В скором времени ожидается появление инфоботов, умных программных роботов-библиотекарей. Они будут самостоятельно вести поиск нужной информации и доставлять ее из любых точек всемирной сети. Так, я положу первую карту, которая будет соответствовать информации. А вас, Александр Владимирович, я попрошу подумать о том, что значит образование в этой ситуации. Как ориентироваться в этом море информации, которое сейчас есть. Все, чему учила школа, было моделью фабрики. Это признано, и это не вупрек талантливым педагогам. А фабрика вырабатывала некоторый средний уровень информационных потребностей обывателя. Во всем остальном, облагался на профессионала. Александр Гиглавый. Кандидат технических наук. С 1989 года научный директор Московского лицея информационных технологий. Автор более 40 трудов. Интернет это первое событие, если угодно, в инфосфере Земли, так иногда говорят. Когда у человека с запросами обывателя, с запросами среднего гражданина общества, по своим потребностям среднего, появляется возможность пользоваться изощренными результатами работы профессионалов. Здесь есть четвертый разрыв между уровнем обывателя и уровнем профессионала. Вот как ни странно, он заполняется, и прецеденты я уже видел. Работая через одну из поисковых систем интернета, подаешь в один из закоулочков этой системы, где тебе предлагают работать не только с тем словом, которое для тебя кажется ключевым, важным, но и с теми словами, которые по смыслу, семантически, как говорят, ученые, связаны с этим словом. Вокруг слова, которое тебе кажется важным в начале поиска, образуется как бы облако соседних смыслов, игра в ассоциации. И вы поразитесь, насколько более увлекательным становится сам процесс поиска информации, когда есть такая вот ненавязчивая, но поддерживающая тебя рука профессионала. Потому что это тоже интерактивная система. Это интерактивная система, где учителя, как личность, как человека, стоящего рядом с тобой, заменяют, ну, пользуясь теперешним модным, предлагаемым, виртуальный учитель, но ощущение от того, что тебя поддерживают под локоток, тебя ведут по этому лабиринту, оно появляется и не проходит. А это все, что нужно для работы в интернете, что с тобой рядом есть тот, кто может помочь. Компьютер не заменяет рассудок, равно как карандаш не заменяет грамотность. Однако писание без карандаша особой пользы не принесет. Роберт Макнамара, американский государственный деятель. Ну вот заглядывая в будущее, что мы можем сказать тогда? Какое сегодня должно быть образование, которое позволит нам войти в это будущее? Образование то, что всерьез остается на всю жизнь. Именно появление машин и интернета, стоящего за ними, как бы, приводит к тому, ребенка и студента, что он начинает в гораздо большей степени полагаться на собственные силы, и раньше приходит к нему это чувство. Техника отбора информации становится его ответственностью, а не ответственностью учителя. Это очень важный момент. И учитель, и ученик сами видят, что появился третий партнер в лице машины, за которой стоит интернет. И с таким партнером можно решать исследовательские задачки органично, естественно, легко. Теперь-то мы уже все понимаем, что компьютер это прежде всего средство связи. Камил Ахметов, ответственный редактор журнала «Компьютер-пресс», автор книг о компьютерах. По итогам корпоративного опроса агентства «Дейтер» за 1996-1997 годы вошел в пятерку лучших компьютерных журналистов России. Среда связи, которая может называться интернетом, среда общения, а может называться как-нибудь иначе. И наверняка будет называться через 30 или 50 лет как-нибудь совершенно иначе. Это то главное хранилище информации, в котором мы все будем жить. Я думаю, что можно очень легко доказать, что мы обязательно придем к системам с очень большой пропускной способностью, благодаря которой и будет возможно все глобальное общение, включая и общение, подразумевающее свое образование и научную работу. Знания бывают двух видов. Мы либо знаем сам предмет, либо знаем, где можно найти о нем информацию. Сэмюэл Джонсон, английский писатель и лексикограф. Давайте теперь, может быть, на опыте современной науки посмотрим, как эта система помогает, ну, в первую очередь, ученому, человеку, который ищет новое, который не найдет ответа в интернете на прямо поставленный вопрос, потому что иначе тогда нет смысла им заниматься. Но весь вспомогательный материал ему будет предоставлен. Сегодня наибольший эффект от появления интернета, от своей среды общения, по-моему, получают те, кто к моменту его распространения уже работал в больших, с многолетними традициями коллективов. Это физики, ядерщики, биологи, генетики. И когда этим людям интернет нужен, они пользуются им чаще как средой живого общения, как большим вселенским семинаром. Некий коллектив, в котором сможет участвовать не шесть, там, и не шесть сотых, там, 60 тысяч ученых одновременно. Понимаете, опять-таки, в науке одна из основных задач — это постановка проблемы. Вот откуда она рождается, это очень темный и интересный вопрос. Вот как научить людей оригинально мыслить, особенно при том потоке информации, который есть, когда им будет казаться, что все уже выдумано и ничего не известно. А в будущем это еще более важная задача. Компьютер, информационная среда останутся и всегда будут средством, помогающим в решении задачи. А находить себе препятствия, наверное, дело человека. В компьютерном деле появилась особая порода людей, эти хакеры, так называемые. Хакеры — программисты, способные писать программы без предварительной разработки детальных спецификаций и оперативно вносить исправления в машинные коды, что требует высочайшей квалификации. Часто под хакерами подразумевает взломщиков, таких пользователей компьютерной сети, которые ищут незаконные способы доступа к защищенной информации. Что вы можете по этому поводу сказать? Лицей ваш не воспитывает хакера? Наш лицей воспитывает хакера. И за этим словом, оно перегружено очень сильно, за ним по крайней мере два совершенно разных явления стоят. Человек, который прячется, который либо заражен хоть немножко аутизмом, стремлением уйти в себя, либо развивает его в себе, превращается в персонажа многочисленных в последнее время фильмов, где это исхудавший молодой человек с горящими глазами, которому просто не нужно по жизни ничего, кроме общения с компьютером. Это как своего рода наркотик. Ущерб, наносимый хакерами-взломщиками, исчисляется ежегодно многими миллионами долларов. Однако взломщики не ограничиваются одной лишь сферой экономики. По данным администрации США, в 1996 году было зафиксировано около 200 тысяч случаев пиратского проникновения в компьютерную базу данных Пентагона. С другой стороны, за этим же самым словом скрывается стремление молодых людей, ребят, как можно раньше становиться профессионалами. Хакеры – это носители изменений. Это нужная вещь, кстати. Да. И задача общества – формировать только тот коридор, пускай широкий, но все равно коридор возможностей, который не позволит хакерам приносить обществу больше вреда, чем пользы. Но порождением умов в хакерах часто бывали вирусы. Что с ними будет? Вирусы, они в человеческой природе тоже существовали всегда. Чтобы не дремала наша иммунная система, как говорится. Вирусы – вредоносные программы, которые попав в компьютер, производят в нем нежелательные действия. От невинных надписей на экране до разрушения информации в памяти машины. Например, вирус Микеланджело вызвал панику в компьютерном мире. На протяжении 1992 года он держал в страхе пользователей всей планеты. Опасность вируса, распространявшегося посредством дискет, состояла в том, что он стирал все содержимое жесткого диска компьютера. В настоящее время известно несколько тысяч разновидностей вирусов. В каком-то наиболее примитивном виде вирус – это надпись на заборе «Здесь был Вася». Это, безусловно, портит вид забора. За утверждение, за утверждение. Или сжечь карфаген, или что-нибудь еще в этом роде. Александрийская библиотека – это типичный вирус. Хакерский ход. Иногда кажется, что не доделали чего-то архитекторы новых микропроцессоров, что им мешает построить лишние 2-3 слоя защиты от программ с агрессивным поведением. Но в том-то и дело, что они маскируются, хотя бы троянский конь знаменитый, класс вирусов маскируются так, что их не заподозришь в агрессивном поведении. На самом деле, я бы, наверное, связался с треугольником, может быть, хакеров и вирусы на этом столе, чтобы было понятно, откуда что берется. И, наверное... В какой сторону направлена стрелка здесь? Наверное, в обе. Потому что, во-первых, конечно, вирусы-то делаются хакерами, но, с другой стороны, появление одних вирусов стимулирует других хакеров на новые подвиги. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть система образования, которая либо порождает хакеров, либо как-то старается сделать так, чтобы их не было. То есть здесь стрелка однонаправленная все-таки? Да, я надеюсь, что... Но здесь вот вы уже подняли важный вопрос. Вопрос об ответственности поведения людей, которые имеют доступ в сеть, имеют доступ к компьютерам, имеют по существу доступ в компьютерный мир, потому что иначе вирусы не могут распространяться. Заразив программу, бросив ее в компьютерный мир, этот вирус начинает распространяться. Появляется тема ответственности. Поместите ее туда. Будем считать, что это одна из самых главных позиций, которые здесь есть. Ответственность проходит через первый пробный камушек формирования чувства ответственности перед самим собой. И нам кажется, что одна из самых важных находок у нас в лице состоит в том, что человек до своих неполных 17 лет получает возможность посмотреть на результат, на конечную точку своей работы со стороны, оценить себя как человека, справившегося с порученной задачей. Это не урок, это даже не семинар, это ощущение первого проекта. И пройти через, пускай не очень большой, но законченный проект, это лучшая школа ответственности для того возраста, о котором мы сейчас говорим. Дело в том, что чувство ответственности, это, наверное, признак интеллекта. Или культуры. Те люди, которые завели в интернете первые пользовательские конференции, они же и придумали некие полиси, правила, по которым люди имеют право общаться внутри этих конференций. Если люди нарушают полиси, то они автоматически получают предупреждение и, наконец, теряют право доступа в эти конференции. Можно я тебе помогу? Да. Информация, которая, как бы называется, информация для взрослых, там же существует... Ну, я бы добавил сюда вот такую... А, вот, камил. Хорошо. В интернете существует правило, по которому люди, которые выставляют на свои сервера некую информацию, не предназначенную для просмотра молодыми людьми или детьми или каким-то кругом людей, они в свои сервера вставляют предупреждение о том, что вот на данной странице находится то-то. Или прямо в Индекс вставляют некоторые ключевые слова, по которым этот сервер никогда не будет просмотрен ребенком. Мы определили сейчас, как мы больше вращаемся в руках того, что есть. А я бы хотел, чтобы вот в этом мы увидели бы корни того, что будет. Сейчас уже достаточно популярной вещью является размещение личной информации в интернете, так называемые страницы в интернете. Поиск в интернете начинается с выбора языка. Затем вводится ключевое слово. Существуют указания, ограничивающие доступ к информации, например, по возрастным критериям. Набрав конкретный адрес, можно попасть на определенную персональную страничку в интернете. Вот так выглядит личная страничка Камилла Ахметова. Появляется масса возможностей открыть доступ к информации, которая для вас была бы и нежелательна. Положим, ваши медицинские сведения, ваша переписка. Переписка в интернете, потому что вы почти открыты, она никак обычно не шифруется. Вот и появляется на этой двунаправленной стрелке, третий, кого мы здесь не нарисовали, это посредник, который имеет право голосов во взаимоотношениях между информацией о тебе и информацией о тебе доступной обществу. Уходя из рук тоталитарного общества, сам механизм ограничения распространения информации, фильтрация информации, не перестает существовать. Есть какой-то, я подозреваю, закон сохранения функций цензуры. Другими словами, мы подходим к очень сложным вопросам, которые сейчас только наметились. Как люди будут жить, воспитываться и восприниматься в этой среде? Вы знаете, что примитивные племена, которые впервые сталкиваются с современной цивилизацией, они, например, очень не любят, чтобы их фотографировали. Они в этом видят нарушение прав своей личности. Например, в доисторических пещерах есть потрясающие рисунки животных, но там нет ни одного изображения человека, ни мужчины, ни женщины. Был какой-то страшный запрет на это, связанный с магией, с колдовством, с охраной человеческой личности. Я думаю, что и сегодня мы должны считаться с этим, потому что в конечном итоге личность – это и последнее, и главное, чем характерен каждый человек. В какой степени мы можем быть растворены в обществе? Более того, будем ли мы представлять такую в будущем ценность? Вся искусство основано на самовыражении личности. Но посмотрите, как это удобно. Предположите, что к вам идет срочное письмо или срочная телеграмма, которую вы не можете получить, потому что отправитель не знает, где вы находитесь именно сейчас. Поставьте себя на его место. Вам нужно срочно что-то кому-то передать, но вы не можете этого сделать, потому что нет возможности найти этого человека. Мне кажется, что очень похожая вещь, может быть, как вот эта книжечка, только обладающая возможностями коммуникации, будет лет через 30 или 50 просто у каждого человека. А обратная сторона будет в том, что благодаря тому, что вы можете получить любое сообщение в любой момент становится известно, где вы в любой момент. А куда же денешься? Я могу сказать по собственному опыту, что мне иногда хотелось бы иметь телефон, по которому никогда нельзя было позволить. И я думаю, что я не одинок в этом отношении. Понимаете, мы опять попадаем в море того, какая информация нужна, как она должна распространяться, и как в этом потоке мы будем ориентироваться. То, с чего мы начали сегодня наш разговор. Мне кажется, я повторяюсь, что мы наметили контуры будущего, потому что сейчас те явления, о которых мы говорили, они будут прорастать, охватывая все больше и больше людей. При этом будет, при количественном росте, будет возникать новое качество. Подводя итог нашему разговору, мне хотелось бы сказать, что мы не очень далеко заглянули в будущее. Потому что сейчас происходят такие быстрые изменения, что то, что для вас уже происходит сейчас, является будущим для очень многих людей. И само это будущее, наверное, будет очень переменчиво. Это точка бурного роста возможностей современных компьютерных сетей, в первую очередь. Объединенные вместе появляется новое качество и самого компьютера, и систем, в которые они входят. Происходит самоорганизация. Это явление, которое мы сейчас хорошо знаем. Им занимается синергетика, которая устанавливает общие законы самоорганизации в сложных системах. Мы сегодня прямо столкнулись с этой проблематикой, не называя правду этого понятия. Наконец, в предвидении будущего мне хотелось, может быть, его как-то конкретизировать и попросить вас, Александр Владимирович, и вас, Камил, пройти в соседнюю комнату, там, где мы сможем опять вернуться к проблеме будущего и уже ответить их в контексте тех банков данных, где мы накопляем прогнозы участников нашей передачи. Каждый участник нашей программы имеет возможность сделать персональный прогноз на 21-й век. Конкретный год ему подскажет генератор случайных чисел. Я прошу вас, Александр Владимирович, вытяните карту с тем годом, который вам выпадет, и скажите, что вы думаете о будущем. 2039 год. Можно рассчитывать, что сольются островки, составляющие сегодняшний интернет, сегодняшние промышленные локальные сети, сегодняшние сети мониторинга, состояние среды. Я думаю, что как раз к 1939 году с такой задачей, ну, и экономика, и цивилизация в целом должны будут справиться. Спасибо. Это интересный взгляд. Теперь вас прошу, Камил, сказать. Взять вашу карту. 2026 год. Мне даже проще сказать, чего точно не случится. Я думаю, что точно не исчезнет кино, театр, живая музыка. Мы не лишимся удовольствия листать пастернака бумажного. Мы не лишимся живого общения. Более того, я думаю, что мы даже станем больше видеться, потому что вот развитие компьютеров, оно изначально было нужно не для того, чтобы нас чего-то лишить хорошего, а для того, чтобы избавить нас от некоторых обременяющих нас вещей и дать нам возможность делать то, что нам больше нравится. Я думаю, что мы сможем в большей степени делать то, что нам больше нравится. Иными словами, вы за богатство человеческого общения, роскошь человеческого общения. Ну что же, это хороший прогноз. Спасибо. Я бы еще раз хотел поблагодарить Геглавова. Вы уже, Александр Владимирович, второй раз участвуете в наших беседах. И вас, Камил, которую я тоже надеюсь в будущем видеть здесь. Спасибо. Если вам сейчас немногим больше 20, вам предстоит увидеть, как мировая культура и мировая экономика становятся все более компьютеризованными. Это означает, что вам предстоит участвовать в написании чего-то такого, что станет на ближайшую тысячу лет мировой конституцией. Джарон Ланьер, американский ученый и композитор, создатель виртуальной реальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok